Привет, друзья! Это я так забавлялся и готовился к Новому году. Посмотрите, какой у меня вид. Это как будто я выпил. На самом деле я не пью 5 лет, ни капли. А как я сделал, чтобы быть немножко пьяным? Это для тех, кто хочет бросить пить в Новый год. Вы же знаете, что можно имитировать какое-то действие. И это действие, связанное с каким-то состоянием, вызывает это состояние. Я говорил уже о двух направлениях в театре, где начинают с действия и вытаскивают этим самым состояние. А где-то пытаются найти состояние, которое вызывает действие. И вот сейчас я вам покажу прием, который я сейчас использовал, чтобы немножко, условно говоря, опьянеть. Я сейчас немножко пьяный, хотя не пил ни капли. Еще раз повторяю, это для тех, кто хочет бросить с Нового года. Что мы делаем, когда там выпиваем? Что мы делаем? Мы держим бокал шампанского и настраиваемся. Мы говорим, будьте здоровы и счастливы в Новом году, друзья. И чтобы вы были счастливы и богаты. И чтобы семья ваша была здоровая и счастливая. И чтобы у вас было благосостояние. Мы же так все советуем. То есть мы инстинктивно, как бы веками уже отработанная традиция. И мы это делаем. И мы уже даже перед Новым годом самим уже немножко чувствуем себя приподнятыми. То есть немножко как будто выпили. Ну, есть русское такое слово, которое я в Польше когда работал, жена Лепщачук, я там группой вел. Я там никак не мог им объяснить, что означает слово поддатый. Потому что они все время думали, как это выразить по-польски. Поддатый. Это только по-русски можно сказать. Так слушайте меня внимательно. Значит, когда я работал, была у нас по психиатрии, когда учился в медицинской институте, год я в наркологии проходил интернатуру. И там я занимался лечением алкоголиков путем гипноза. Я их погружал в гипнотическое состояние. И я им внушал. А теперь представьте себе, что у вас в руке стакан, граненый стакан. А теперь вы выпиваете. Там водка. И вот он начинает выпивать. Ну, там сидят больные. Значит, они начинают выпивать, выпивают, выпивают и начинают балдеть. А один из них мне в этот момент, когда я ему сказал водка, он, значит, потом глаза открыл, посмотрел на меня внимательно и говорит, слушай, дай я выпью последний раз, да, я же завтра выписываюсь. Я говорю, ну хорошо. Короче говоря, и он так мнимо выпил водку. На самом деле это работает. Для тех особенно, которые хотят бросить пить с Нового года. Да, они могут просто взять бокал, настроиться, что этот год принесет им ожидания, которые у них были. Они исполнятся, мечты их исполнятся. Они даже сократят сроки до исполнения своих желаний, своих мечтаний. Что в Новом году у них будет много сил, здоровья, бодрости и возможность помогать и семье, и близким. И у них раскрываются творческие качества и способности, которые раньше были в заторможенном состоянии. Почему я это знаю? Потому что я, например, из-за зажимов всевозможных, раньше петь не умел. А как выпью пиво? Ну это раньше. Я ходил по комнате и пел песню. И лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. Та-та-ра-ра. Ну, короче, вы знаете эту песню. Вот видите, друзья, насколько я сейчас раскрепостился. Ни капли не пил. Но это работает. Поэтому я советую тем, кто хочет бросить с Нового года пить. Совершить этот ратуал движениями, формально задумав себе вот эти мечты, установки и цели, которые в Новом году действительно у вас будут исполняться. Итак, друзья, с Новым годом, с новым счастьем, здоровья вам и благополучия. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok